не знаю как мы можем отблагодарить людей которые слой за слоем прикасаясь к истории раскапывали раскрывали нам тайны прошлого чернее под палящим солнцем ноздрями вдыхая песок и пыль пропитанную воспоминаниями и кисло соленым потом бегая уставшими глазами спотыкаясь о зазубренной клинописи бормотали под нос как мантры с сухими треснувшими губами расшифровку забытых и оживающих в одночасье языков не сдаваясь перед непогодой и лишениями сражались за историческую правду нередко погибая в прямом и переносном смысле защищая интересы армении ее памятники культуры и истории которые всегда были под прицелом врага практически во все времена ведь уничтожив разорвав клочья наследие неприятель получает безусловный бонус в том числе и в политической и информационной войне переписывая историю и подводя любые даже самые бредовые безумные теории и сегодня это актуально как никогда поскольку есть круги которому выгодно представить армян как пришлый народ этого региона претендуя на исконные земли армян и на первый взгляд это кажется смешным нелепым но снимаются фильмы печатаются книги которым нет конца и края научное сообщество посмеивается над фальсификациями но помалкивает в чем причина промолчу сегодня хочу обратить ваше внимание на уникальный археологический памятник мирового значения не побоюсь этого слова великое наследие человечества древняя городеща шенгавит ранне бронзового периода раскопки здесь ведутся с 1936 года и оказывается вы не поверите советское время его хотели уничтожить застроить был даже проект и только отчаянная борьба отдельных смельчаков не позволила свершиться кощунству хотя и некая часть сегодня все же разорена и к примеру современная больница стоит в прямом смысле на костях и уникальных артефактах жалею что о людях которые сражались практически в одиночку сегодня мало кто знает еще меньше говорят примеру великий евгений байбуртян археолог востоковед кавказовед участвовал в раскопках кормить бытов в работе присутствовали также и петровский диаконов начало двадцатого века смутное тяжелое время время репрессий и байбуртян арестовывают по доносу видимо было немало завистников или может быть он говорил то что не нужно было знать нужно было нести в массы одним словом тройка нквд приговорен к высшему или наказаниям расстрелян конечно впоследствии был реабилитирован но кому от этого легче и сегодня в мире история армении представлена в неестественном купированном виде обросшие облипшие примитивными лозунгами продажных якобы ученых вы посмотрите как описывают древние государства дошедшие до наших дней на google arts and culture так сказать искусство и культура это нормально кто этим должен заниматься но вместо того чтобы обратить на подобное внимание не говорят какая разница что было раньше давай жить сегодняшним днем с верой в будущее ну быть может в этих словах и есть частица здравого смысла но как мне кажется без базы не изучая прошлого очень много теряешь в постройке настоящего и безалаберное отношение к своим корням очень пагубно влияет сегодня мы видим явное тому подтверждение и массу примеров но не будем о грустном и так шенгавитская культура которую не точно называют кура аракской поскольку шенгавитская цивилизация занимает гораздо большую территорию и здесь прослеживается явная попытка отключить и сместить акценты отвлекая внимание от армении эта культура была распространена на всей территории южного кавказа доходил до дагестана до сирии палестины и израиля можно сказать что уже кура ракс это не то название которое можно можно сказать культуру можно назвать шенгавитской потому что первый памятник который был исследованы и хорошо исследован расцвет пал на примерно 3000 до 2500 годы до нашей эры то есть это поздняя фаза ранней бронзы и культуры шенгавитской но это можно сказать и самые самая развитая фаза шенгавитской культуры и собственно памятник археологический памятник шенгавит этому свидетель потому что тут мы находим действительно такие находки которые могут сказать что шенгавит это полностью оседлое поселение или ранний город потому что все атрибуты все планирование и так далее говорят о том что это действительно ранний город говоря о шенгавите который сегодня находится на территории современного еревана нельзя не сказать о большой работе проделанные с андро сардаряном рожденным западной армении и видевший уничтожение не только население армян но и попытку и где-то даже успешную искажение истории армении может он говорит в одном из своих интервью шенгавит один из лучших памятников бронзового века не только в армении ссср но и в мировом масштабе такие памятники еще встречаются разве что только на территории междуречье когда я услышал что хотят застроить памятник на нем уже построили шестую больницу еще только первый этаж возвели я постарался воспрепятствовать строительству а мне ответили вы знаете чтобы построить светлое будущее надо разрушить старое получается нужно разрушить шенгавит чтобы построить больницу говорю дружище зачем рушить памятник какой в этом смысл постройте больницу через дорогу на противоположной стороне там пустая земля и что огорчает и возмущает к сожалению были и есть внутренние враги которые говорят и делают все чтобы омолодить и нивелировать значимость открытий мол что вы такое говорите что это за шенгавит это вообще ни о чем давайте под бульдозер лучше дом отдыха на берегу водохранилища построим что вы мелочитесь такие камни и я могу друг на друга положить и закопать и чтобы быть объективным я решил посетить музей шенгавит пообщаться с директором конечно увидеться и с археологом ученым который непосредственно проводил раскопки насчет шенгавита есть такое представление что это было поселение такого среднего уровня там не было ни каких признаков организованной власти ну давайте обсудим что было обнаружено во время раскопок шенгавита крепостная стена то есть монументальная архитектура большие дома площадью около 150 квадратных метров плотность населения по моим расчетам там должен было около 5000 человек это признаки древневосточных городов было раскопано во время наших раскопок храм то есть существовала организованная религия то есть там должны были быть и жрецы и может быть жрецы которые являлись служанками амура потому что там были обнаружены фаллические такие подвески которые навесили наверное вот эти женщины жители любви там было обнаружено символы власти то есть это посохи топора во всем мире это признается если топор боевой топор каменный прекрасно отшлифованный топор то есть это символ власти мы находим шенгавите и говорят что знаете вот это ониксовые мраморные прекрасно обработанные посохи это инструменты я просто не могу думать какой дурак столько время будет тратить чтобы несколько месяцев трудиться создать шикарный вещь прекрасно отшлифованный посох а потом этим посохом обрабатывать камень ну просто непонятно то есть мы все находим металлургия это было вот такая организованная металлургия металл мы получили из шамлуха лаверских рудников те времена те времена чтобы пройти вот эту дорогу между гор и и пройдет 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 речные барьеры им очень много потребовалось потом на пути могли их просто грабить то есть должно было какая-то организованная дружина которая хранила этих торгов ремесленников которые привозили руду шенгавит обрабатывали и из него изготавливали прекрасное изделие бронзовые изделия которые они потом продавали вот было обнаружено шенгавите такие морские моллюски специально обработанные древнем мире именно эти моллюски являлись денежными средствами это называется Апранкадрамнеж то есть товароденьги товароденьги того времени были морские моллюски и было обнаружено целое там ожерелье из этих морских моллюсок в одном погребении где было обнаружено также золотые изделия то есть золото и денежные средства уже говорят о том что было здесь очень высокое организованное общество которое имел своих вождей интересно что шенгавит был действительно очень продвинутым обществом потому что все что мы находим говорит о том что мы имеем дело уже с цивилизацией которая творит то есть делает именно очень высоко и высококачественные и в плане эстетики очень интересные вещи то есть и все то что мы знаем про шенгавит то есть это про их быт про то как было вообще общество как развивалось общество как развивался именно шенгавит какие мы находим там я не знаю постройки и всякий квартал потому что интересно что находились отдельные кварталы ремесленников мы знаем что тут были отдельные кварталы где производилась керамика производились какие-то орудия из металла и так далее то есть и то что они действительно были очень хорошими землетельцами что было кстати и подтверждено раскопками потому что во время раскопок было или найдено не только была найдена не только пченица но и мука то есть это говорит а и во время раскопок еще было найдено очень большие обширные охране и зернохранилища то есть они были такими большими что могли а полностью обеспечить жители шенгавита а еще они могли служить каким-то предметом торговли я думаю что шенгавит был древним городом городом для которого характерны все девять признаков из десяти которые определил известный английский ученый гордон чайльд то есть все эти признаки обнаружены во время раскопок шенгавите единственное это письменность но сама по себе этот вопрос тоже стоит а вот это загадочные орнаменты на керамике что я себе представляли но тогда пять тысяч лет тому назад люди и жрецы то есть естественно грамотные люди прочли что там написано и эти загадочные рисунки именно является письменностью своего времени мы говорим что поселение шенгавит развивалась примерно в 3000 2500 годах до нашей эры но это только фаза так сказать шенгавитской культуры но само поселение было уже населена и до этого времени то есть можно а примерно сказать что поселению 6000 лет то есть и 6 тысяч это не только культура именно шенгавитской но и неолитическая культура а по всем данным которые у нас есть можно с уверенностью сказать что шенгавит является одним из наиболее крупных и важных памятников культуры шенгавитской и кроме этого вся на всей территории армии армии не было найдено больше 200 200 памятников культуры шенгавитской так что армения конечно является одной из центров распространения культуры и развития что касается именно армян и ну представители шенгавитской культуры вообще-то очень сложно об этом говорить но во время раскопа кроме самого поселения было найдено еще и захоронение и именно в одном из таких захоронений был найден череп то есть череп человека и впоследствии была сделана реконструкция а во время реконструкции выяснилось что люди которые жили на территории шенгавита то есть обитатели шенгавита принадлежат к тому же антропологическому типу что и современные армяне то есть они армино это так что если конечно в это время очень сложно говорить о каких-то этнических принадлежностях но все же ки какая-то часть по крайней мере из них осталось тут и впоследствии они стали нашими по прародителям то есть прародителями армян я уверен что шенгавитская этнокультурная общность без всякого сомнения имела подоснову этническую подоснову без этого трудно представить что люди веками на огромной территории думали и жили так как вообще-то характерно к нациям народом культура создается только тогда когда люди думают одинаково и у них одинаковый подход жизни у них единый историко культурное мышление уверен что в шенгавите было очень такая мобильная этнокультурная ситуация общность и вот носители шенгавитской культуры почему-то в науке называются хуритами почему я до сих пор не понимаю но кто-то когда-то сказал и для всех было принято что до культуру которые создали вот это шенгавитскую или куроратскую культуру значит принадлежит хуритам но когда мы копали некрополь шенгавита там было огромное сведение о том по погребальному обряду можно представить что здесь жили индоевропейцы индоевропейская культура здесь прослеживается я одно знаю что на этой огромной территории очень редкие народы принадлежит к индоевропейской языковой группе один из этих народов являются армяне знаете какая мысль не погибает меня так это как человек абсолютно без мотивации без поощрений и дивидендов без статусности как сейчас принято говорить в обществе на протяжении долгих лет предан своему делу своей миссии да еще и под ударами врагов все равно продолжает делать свое дело не сдается и не останавливается вот уже 50 лет как я занимаюсь археологией родом я из западной армении видел резню армян и все ужасы начала 20 века когда мы бежали осили на территории современной армении здесь также было не сладко холера тив пандемии болезни и нищета забирали многих лучших и ко всему прочему я был опечален тем фактом что турция устроившая уничтожение армянского населения подключила историков чтобы они оправдали злодеяне и доказали миру мол армян на этих территориях не было они пришли и я не мог на подобное не среагировать и занялся изучением истории армянского народа и в целом меня интересовала история региона начиная с каменного века я подготовил свою первую книгу на русском языке к сожалению мне не только не помогали с финансами все затраты по работам раскопкам легли на мои плечи но и ставили палки в колеса я встретил большое сопротивление мне мешали меня преследовали из ленинграда приехали люди которые потребовали материал я поделился наработками но разумеется не всеми заведомо зная результат так и случилось они напечатали мои труды под своими именами предвидя подобное я основную свою работу припас поскольку понимаю что сегодня как никогда история армении могут исказить и представить в неправильном свете я обязан защитить историческую правду от фальсификации повторюсь сегодня особенно важен этот вопрос наша история прошлое нашего народа должно быть представлено миру и мы должны служить этой миссии то есть правда всегда насиловали потому что она прекрасна и голая и иногда вот история тоже часто нас заставляют говорить не о правде о том как думают сильнейшие этого мира то есть эта политика хотим не хотим и и всегда и очень часто правду насилуют и заставляют нам говорить то что не только неправда но и против нас но факты особенно археология замечательны еще и тем что во время раскопок открываются все новые и новые сведения подготавливая материал к этой серии я заехал в гости к известному археологу окопу симоняну который продолжает работать изучая древнейший акрополь недалеко от аштарака этой теме я посвящу отдельный разговор как рассказал мне купе рандович в одной необычайно богатой кровницы под головой усопшего археологи обнаружили коготь льва согласно армянскому национальному эпосу шкура льва была положена под голову одному из героев эпоса мэрю льву находка из древнейшего слоя еще раз доказывает что исторический эпос базируется на реальных событиях и персонажах также можно считать уникальным обнаруженный древнейший образец принесенного в жертву коня эта находка важна для раскрытия культурно-исторической действительности не только армении но и всего региона радиокарбонный анализ определил точную дату погребения находка датируется двадцать шестым двадцать пятым веком до нашей эры что является самым древним захоронением лошади известным на сегодняшний день боевые колесницы появились где-то далеко далеко от армении но когда мы копаем гробницы в армении оказывается что один из самых древнейших изделий и использование боевого коня найдены вот здесь вот где мы сейчас стоим это факт и воля-неволе хотели или не хотели это сама по себе вот эта правда когда-то будет принято будет принято но наверное после нас потому что сейчас очень политизирована вся эта история